На этом уроке я хочу рассказать еще о нескольких ранних охронимах в поколениях, близких к испанскому изгнанию. И потом уже мы перейдем на отдельных уроках к Шухонарху и к Рыма и к Ризалю. Поэтому сегодня я буду очень короток. В основном большинство книг этих охроним, большая часть наших слушателей, наверное, никогда не встретят, но иногда они цитируются, иногда они попадаются, поэтому я хотел о них рассказать в двух словах. Во-первых, был такой Рави Минахем Лонзано, он написал, во-первых, книгу по Масоре, то есть по, опять же, тексту Торы, мы позже будем говорить о человеке, который живет чуть позже, почти в том же поколении, автор книги Минхатшай. О нем мы поговорим подробнее, потому что эта книга действительно издана во многих обычных изданиях Хумаша, пятикнижья, и не только пятикнижья, всего Танаха. Это самый главный результат авторитета по Масоре. И еще есть у этого Рава Ди Лонзано, есть еще какие-то другие книги, в том числе у меня есть книга, где семь разных книг собрали вместе. И я ее купил, потому что там есть писание вильницкого Гаона, но в том числе они поместили комментарий к одной части Зухара, вот этого мудреца Ди Лонзано. Я никогда ее не читал лично. Говорят, что он спорит с Аризалем, кстати, что тоже, в общем, не очень принято. Когда мы дойдем до Аризаля, я буду обсуждать, что фактически писания Аризаля стали поворотными в каком-то смысле в отношении Кабалы, и теперь только в основном, по крайней мере, Сефарди, может, точно, следует Аризалю и его пониманию Кабалы. Поэтому, если действительно этот мудрец спорил с Китве Аризаль, то неудивительно, что не особенно принято было его писание. Но вот его писание по Масоре довольно-таки часто цитируют. Ну, я имею в виду те книги, которые именно этим занимаются, опять же. Потом я хотел сказать пару слов о человеке, который, на самом деле, книги не писал, но он очень важным, является, опять же, ключевым в понимании того, как в Польше и вообще в ашкенадских землях, то, что сегодня сохранилось в основном в литовских ишивах, появился пилпул в том смысле, в котором мы имеем в виду сегодня. Вообще, пилпул обычно переводят, кажется, на русский это слово как схоластика. Это метод изучения Талмуда, когда фактически все время делаешь какие-то различия, говоришь, что вот это отличается от этого, потому что вот такая вот тонкая деталь различна. То есть, можно сказать, что уже Тософот занимались своего рода пилпулом, но это было в начальной как бы стадии, и это еще было принято. А вот уже такой вот тонкий пилпул, когда буквально разделение становится, вот, допустим, Тософот пытались объяснить какие-то противоречия в сугиях Талмуда, да. Многие мудрецы сифарские до Тософот обычно просто, если есть две разные суги, исследовали халахали майсы, да, какой-то одной из двух. Если есть противоречия, не обязательно, что это нужно как-то различить между ними. Может быть, это разные мнения, например. Но Тософот, они обычно стараются какой-то сделать хилук, сказать, что вот разница между этим местом Талмуда, или сугей мы называем, да, место определенное, определенный отрывок Талмуда, и этой суги в том-то и том-то. Но Тософот, как я сказал, были приняты полностью, и даже сифарские мудрецы после Тософот, как Рамбан и его школа, Литва, Рашба, они занимались тем же самым. Но вот во время мудреца, о котором мы сейчас говорим, его звали Раби Полок, в его время фактически это дошло до крайностей в каком-то смысле. Поэтому многие мудрецы были против его метода. То есть Пилпул стал буквально вот в мельчайших деталях. Но от него лично ничего не осталось, но в результате этот метод, как я сказал, очень укрепился, укрепился среди именно ашкенадских евреев. Еще один диспут важный во время Раби Полока, кроме диспута по отношению к его общему методу, еще был диспут по отношению к тому, что он разрешил однажды какой-то девочке, которая была меньше 12 лет, уйти от мужа без того, чтобы получить гет. Дело в том, что по закону в некоторых случаях, когда девочка женится, выходит замуж только Дарабона, то есть только по Равинскому закону, если 12 нету и нету отца, то она может сама отказаться, называется Мион, и не нужен гет от мужа, не нужно разводное письмо, она просто отказывается. Нас может, конечно, шокировать, что вообще так рано женились, но это уже другой вопрос, тогда люди и жили меньше гораздо. Тогда средний возраст, может быть, был 30 с чем-то или 40 лет, да, человека, в смысле, до этого возраста доживали в этот период времени в Европе, была эти санитария и все такое. Может быть, евреев дольше немножко жили, евреи все-таки чище были всегда, но, тем не менее, если люди бы не женились очень рано, и фактически девочки, бывало, что в 11-12 лет выходили замуж, и даже раньше иногда, и мальчики тоже, собственно, и хотя мальчикам жениться вообще-то по закону как раз им нужно, чтобы было 13, но, во всяком случае, женились и выходили замуж достаточно рано, и бывало, что человек и не доживал намного дольше, чем 20-30 лет, поэтому, если бы женились только в 25-30, то вообще не было бы продолжения еврейского рода. Но вопрос был в том, насколько можно, по закону Талмуда нет вопроса, что можно девочке до 12 лет сделать миун, если она вышла замуж именно дарабоном, то есть, если не отец ее выдал замуж, а, скажем, мать и братья, но вопрос стал, можно ли в наше время такими вещами заниматься. Так вот, Равполок разрешил для своей родственницы одной, а другие раввины были очень против, был большой, довольно-таки, диспут из-за этого, но Рома постановил таки, как Равполок. Следующий диспут связан со смехой, я уже немножко об этом рассказывал, был такой Раби Яков Бей-Рав, и, кстати, у него заседал и Раби Йосиф-Кара, опять же, автор Шухонараха в каком-то смысле был, он и получил от него смеху, как я сейчас расскажу, он у него был в суде раввинском. Вообще, автор Шухонарах, как мы позже будем обсуждать, в основном получил знания Торы больше от своего отца и от дяди, который написал, кстати, комментарий к Торе, называется Тольдот Йитсхак, Раби Йитсхак-Кара. Барайландский, кстати, поместил этот комментарий у себя. Но уже позже он заседал в Израиле у Раби Якова Бей-Рава, и этот Раби Яков Бей-Рав хотел возобновить смеху. Что такое смеха? У нас сегодня тоже есть смеха, но это не настоящая смеха. Это просто когда раввину говорят, что ты теперь можешь постановлять вопросы. То есть один раввин следующему своему ученику делает его в конце концов раввинов. Это как Легав, где в университете человек может получить какое-то звание, бакалавра, скажем. Так сегодняшняя смеха, она ничего не значит реально. Ну, очень мало что значит. А когда-то была смеха еще с времен Моша Рабину, и передавалась от поколения к поколению, и это давало определенные привилегии, возможности судить определенные законы. Фактически, чтобы возобновить настоящий Сен-Хедлен, нам нужно возобновить смеху в первую очередь. Так вот, Рамбом в свое время написал, что, может быть, если мудрецы Израиля согласятся, что кому-то дать смеху, то не нужно тогда беспрерывную традицию. Традиция смехи уже оборвалась больше полутора тысяч лет назад. Смехи у нас не было в еврейском народе очень долго. К времени Рабьос Факара и Магарибера, к этому времени смехи уже не было больше тысячи лет. Но они положились на Рамбома, что если земля Израиля мудрецы согласятся, что кому-то дать смеху, то это срабатывает. А тот уже может давать смеху следующим. Так возобновится смеха, согласно Рамбому, возможно. И другие мудрецы были очень против и сказали, что не можно на это полагаться. И даже Рамбом был в этом не уверен. И что не все земли в земле Израиля мудрецы с этим согласились. В частности, основной оппонент смехи был такой Ралбах, Рабелеви бен Яков. Это как раз сын человека, о котором мы говорили на предыдущем уроке, который собрал Эн Яков. Помните, Агаду Талмуда. Вот его сын, Рабелеви бен Яков, он... Причем ему дали смеху тоже. Видимо, знали, что он может стать оппонентом. Он жил в Иерусалиме в этот момент. А Маориби Раф был в Цфате. Так вот, когда смеху возобновили на севере Израиля, то мудрец из Иерусалима сказал, что нет, мы не согласны. И в результате это постепенно оборвалось. Но вот Рабь Иосиф Карл был один из тех, кому дали, получается, по мнению Рамбома, возможно, дали смеху. И он потом еще своих учеников некоторых дал им смеху. Но в результате это все оборвалось. А еще есть у Раби Леви бен Якова, заодно расскажу, Ралбах, у него есть еще вопросы-ответы важные. И у Раби Якова Берава тоже есть вопросы-ответы. Теперь, еще один великий мудрец, о котором, конечно, все, наверное, слышали, это Раби Авадия Сфорна. Почему-то мы думаем обычно, что он был решен, но он был, получается, в ранний период охроним. Он не считается решен. Его печатают обычно вместе с решением. Получается, пограничное время, о котором я уже говорил. Он написал действительно очень важный комментарий к Торе, который цитируется почти что наравне с самыми главными комментаторами Торы. То есть после Раши, Рамбана, Рейбанезры, Рашбама, внука Раши, после них, наверное, Сфорна один из самых-самых популярных комментаторов. И у него есть еще другие книги, тоже в основном. Его писания издали сравнительно недавно, ну, в наших поколениях уже. У него там есть немножко к другим местам Танаха писания. Великий мудрец, который жил в Италии во время уже эпохи Возрождения, был доктором, кажется, тоже. Следующий мудрец, Рабеля Губахур. Не знаю, многие ли слышали про него, он был великий грамматик. И его книги цитируются немало в отношении к грамматикам, и у него много интересных вещей, которые он понял и разобрался. И интересно, что он учил в том числе не еврея в грамматике, и в этом был вопрос, какой он имел на это право. Но он написал, почему он это делает, и было действительно... Ведь это давно уже было такое, что... Хотя Талмуд вроде бы в каких-то ситуациях это запрещает, но возможно, что запрет Талмуда относится, в основном, именно к секретам Торы, а просто к грамматику. Да, многие... Тогда было много христиан, в частности, в Италии, которые очень интересовались еврейской грамматикой, хотели понять Библию в оригинале, считать. И вот Рабеля Губахур, у него был один какой-то кардинал, которого он обучал. Еще он стал известным, знаете, чем? Вот мы говорим, баба Майса, это обычно считается, что это рассказы бабушки, типа, да, сказки бабушки. Наидишь так, в общем случае, звучит. Но вообще это выражение, оказывается, идет из того, что он написал своего рода Дон Кихота еврейского. Назвал это Моасе Боба. История с Бобой. Рыцарь Боба какой-то. Это Боба Майса. Моасе Боба – это фактически история с Бобой. И так вот стали называть с тех пор книгу, которая фактически не несет никакой особой пользы с еврейской точки зрения. Она не именно секулярная книга, просто вот история. И стали называть Боба Майса. Еще известный очень мудрец, о котором все должны знать, это Рабио Шурбоз. Я немножко уже рассказывал, что он написал в конце Талмуда. Обычно печатаются комментарии Рифа. Я уже рассказывал об этом. Рабио Калфаси. Так вот сбоку, маленькими буквами, обычно напечатан Шута Геборим. Очень важный посох. Его цитируют в отношении многих законов тоже. И он еще Риаза, да, младшего Раби, Ишая Тирани, тоже, Трани, да, Дитрани, Рабиша из Трани, да, внука старшего Рабиша из Трани. Он туда всякие этого Риаза тоже поместил. Но самое известное, что он сделал, это к самому Талмуду. Если вы откроете просто любое наше издание Талмуда, там же есть всякие сноски и пометки. И где это еще, в каком месте это Шуханар, это, допустим, Рамбам цитирует, и Тур, и еще там, да, где эти стихи, например, которые Талмуд цитирует. То есть это очень полезно, когда изучаешь Талмуд, это, наверное, самое полезное, что есть. Это то, что называют по-английски cross-reference. То есть найти одно в другом, да. Вот здесь в Талмуде стих, а где это стих в Танахе? Или здесь в Талмуде какой-то псак выходит отсюда, какая-то халаха, а где это попадает в Рамбам или в Тур? Ну, вот это он сделал, потом это еще доделывали, конечно. Но, во всяком случае, это его, да, ма-соры-ташас, эйн-мишпад, это все его работа. Да, сам Талмуд, если он в разных местах суги какие-то цитирует, похожие суги из другом месте, это очень-очень полезная вещь. И дальше пару слов о Магарам Падуа. Был такой мудрец в Италии, он не был родом из Италии, Рабимир Кациленбоген. И у него есть вопросы-ответы, еще с ним был вот Пумас, это была известная история, что он напечатал, хотел напечатать, то есть начали печатать Рамбама с его пометками, а какой-то нееврей тоже напечатал и стал продавать дешевле. И вот эти все ответы Рама и другие, кто поддерживает, что нужно покупать у евреев в такой ситуации, тогда ведь в печать вкладывали огромные деньги, и если потом не распродать книги, то это будет огромная потеря финансовая, никто тогда вообще не будет печатать. В общем, эта вот история была с ним как раз. Радбаз, еще один великий мудрец во время раба Иосифа Карра в Египте, он написал комментарий к Рамбаму, и мы все время читаем, когда изучаем Рамбу, но не ко всем, правда, холохот Рамбама. И еще есть много у него очень важных книг, вопросы-ответы его, это самое важное, что он написал, он очень много, кстати, написал, совершенно огромное количество, невероятно, как может один человек столько вопросов и ответов написать. Вот, его часто цитируют. Пару слов о Магаршале. Это был коллега Рама, о котором мы будем говорить отдельно на целом уроке, другой автор Шуханара, Хашкинаский. Так вот, его старший коллега Магаршаль, Рабишлома Лурия, очень был интересный человек, его в Ешивах обязательно изучают, к тем тарактатам, которым есть. Ямшель Шлома называется его основная книга. Море Шлома, очень мудрая и глубокая книга. И он фактически псаки всегда основывает на логике. Он не хочет, как Рабь Йосиф Кару, например, только постановлять по большинству, например, каких-то определенных мудрецов. А он именно пытается каждую Сугу изучить, как следует и разобраться. И еще у него есть пометки к Талмуду. Раби Бецалеля Шкинази, его самое известное, что он сделал, это собрал шитами кубецы. То есть он собрал решением ранних комментаторов Талмуда. И многое, что до нас просто не дошло, попало в его комментарии, но он тоже не ко всем тарактатам, только к некоторым. Кстати, у него учился Ризаль, в значении открытой Торы, во всяком случае. Но скрытая Тора считается, что Ризаль сам постигали, там ему пророк открывался, Ильяху. Но вот открытая Тора, это был в каком-то смысле раввин по открытой Торе, они вместе даже над чем-то работали. И вот теперь я хочу еще рассказать пару слов о одном мудреце, Раби Азария из Адумим, его звали, и это была очень большая какая-то английская контриверсия, большой очень спор по отношению к этому мудрецу. И связан он был с тем, что он фактически первым стал научный метод использовать. Он написал книгу, называется Маурай Наим. И с одной стороны, некоторые мудрецы его цитируют, и даже великие комментаторы Шухнараха, например, Магин Аврам в одном месте его цитируют. С другой стороны, были мудрецы, которые вообще запретили эту книгу. Связано это было с тем, что многие вещи, которые приводит Раби Азария, связаны с тем, что он фактически считал, что мудрецы Талмуда знали то, что знали в свое время, но не все они могли знать. А у нас сегодня есть доступ к различным источникам, конечно, с тех пор, за 500 лет мы у нас гораздо больше доступа к еще большим источникам. Но вот фактически сегодня модерные и радоксальные евреи идут по этому пути. Но он был один из первых, может быть, первым, кто по этому пути пошел, стал смотреть на внешние источники тоже. Исторические источники, например. У него был доступ к огромному количеству книг. Он в Италии жил. Он знал много языков. Он первым фактически дал возможность евреям снова знать о Филоне Александрийском, который писал на греческом. Ведь фактически он был забыт в нашем народе. В течение тысяч лет его никто никогда не цитировал. А он возродил, так сказать, и теперь иногда его цитируют в каких-то шахрах, и Каплана, например, цитирует в своей комментарии вектории. В частности, он поспорил в отношении того, сколько стал второй храм. Знаете, это очень известный диспут, из-за которого вся хронология событий фактически полностью сдвигается. Вот если человек будет изучать любую историю тех времен, да, ведь по еврейскому Седоролам, по еврейской хронологии принятый, получается, все нужно сдвигать на 180 примерно лет. То есть, вот, например, если вы возьмете какие-то комментарии к Тории, то невозможно почти избежать, когда упоминают, скажем, Кира, да, Сайрус по-английски, у нас он называется Кореш, того, кто завоевал Бавилонию, да, или самого, скажем, на выходной цара, когда он жил, когда именно была битва о-первых, Коркомиша, Ассирийская. Так вот, все это будут определенные числа даны, да, если любой энциклопедии, например, Википедии, да, допустим, что 700 лет до нашей эры примерно была, значит, Ассирийская империя, 600 лет до нашей эры этот невыходный царь, да, соответственно, Кир будет где-то в 500-колько-то лет до нашей эры, а по-еврейскому все нужно сдвигать гораздо ближе, то есть почти на 200 лет, почти на два века. Если второй храм стал всего 420 лет, а разрушен он был примерно в 70-м году нашей эры, ну, плюс-минус, там есть диспут точно, в каком именно году он был разрушен, в 69-м, или в 70-м, или в 68-м, ну, по крайней мере, тут диспут очень маленький, все согласны, и никто не спорит, и среди евреев, и среди неевреев, что примерно разрушение второго храма было в 70-м году нашей эры. То есть теперь назад отчитывая 420 лет, то тогда получается, что Кир попадает на совсем другой век, получается, что Кир был в 300-каком-то году до нашей эры, Сайрус the Great, великий персидский царь Кир, о котором говорит Ишиягу во второй половине, и тогда, и, соответственно, выходный царь на 70 лет раньше сдвигается тоже, получается, что он был не 600 лет до нашей эры, а 400 с чем-то, и так далее, и так далее. Вот это огромный диспут, и в более модерных изданиях Тора и Танаха обычно следует мнению греческому, которое очень хорошо поддерживается из разных источников, и вот Радзайя из Эдумиум, он первым привел это все, и, может быть, это и было основной причиной, почему были люди, которые запрещали его книгу изучать. Но сегодня это более-менее принято в модерных кругах, только один, насколько я знаю, профессор, который считается модерным ардоксанным евреем, но пытался как-то поддержать Седор Олам, и, тем не менее, это такой Хайм Хейфетт есть, но и он не закончил эту работу, и сегодня это принято полностью. Вот недавно была статья у нас здесь во Фладбышев журнале Tradition трех религиозных евреев, которые описывали, что и Хазаль, наверное, знали правильную хронологию, но были причины, почему они использовали хронологию, которую использовали. Как бы там ни было, артскролл обычно следует еврейской хронологии, но мне мой знакомый, Митчел Ферст, прислал фотографию даже из артскролла, из издания в книге Блейшит, когда они описывают во главе Ноах, да, разные упоминаются нации, которые произошли из Ноаха, в том, что Мадай, Мидия, так там описывается, что Сайрис the Great, Кир Великий, жил 550 лет до нашей эры, то есть это получается тоже по греческой хронологии, по еврейски он, получается, жил гораздо позже. Но, опять же, это было ли шито? Вряд ли, потому что везде адскролл следует еврейскому исчислению. Скорее всего, они просто сами, тот, кто это написал, не понял, что это очень серьезное утверждение и фактически противоречит принятой еврейской хронологии, ну, в харидимных кругах, во всяком случае. И также в отношении, вот есть такое издание, «Живая Тора», ее начало, Равария Каплан, окончили несколько других людей. Так они, каждый как бы по-своему, одни пишут, Равария Каплан следует еврейской хронологии, что интересно, но некоторые из вот других следуют, соответственно, хронологии, которые приняты у греков, но, как я сказал, не только у греков, есть на самом деле источники, которые, может быть, подсказывают, что и у нас это был альтернативный хотя бы вариант. Многое связано еще с тем, как понимать то, что написано в книге Даниэля, да, и о каких именно событиях предсказывает книга Даниэля большей частью, да, про конец храма или про то, что произошло во время Хашманаев. В зависимости от этого, соответственно, события сдвигаются очень сильно. Вот получается, что этот мудрец, с одной стороны, его многие цитируют, но с другой стороны, было большая, какая-то, controversy, да, большой спор по отношению к нему, Рави, Зария и Задуми. И дальше мой план подробно обсудить Рави Йосифа Каро на одном уроке и подробно обсудить Романа на другом уроке. Если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Субтитры сделал DimaTorzok